Сводка новостей из США Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Вторник, середа, 18-19 февраля. Breaking news. Джулиано Ассанджу, основателю и владельцу Wikileaks, через бывшего республиканского конгрессмена Дана Рорабахера, было предложено Трампом помилование в обмен на то, что Ассандж будет отрицать причастность России к опубликованным Wikileaks в 2016 году электронным письмам и документам, похищенным хакерами ГРУ, серверов Национального комитета Демократической партии США. Об этом сообщил, выступая в среду в Вестминистровском магистратском студии в Лондоне, адвокат Ассанджа Эдвард Фитцджеролд. Суд рассматривает вопрос о выдаче Ассанджа по запросу США, где Ассандж обвиняется на основании закона о шпионаже в сучастии в похищении и публикации секретных документов Министерства обороны. Как рассказал адвокат, еще в бытность к конгрессменам до 3 января 2019 года Рора Бахера посетил Ассанджа в посольстве Эквадора в Лондоне, где тот укрывался в течение нескольких лет, и предложил ему от имени Трампа помилование по делу о шпионаже в обмен на показания Ассанджа о непричастности России к вмешательству выборов в США в 2016 году и к похищению документов Демократической партии, переписке ее кандидата президента Хиллари Клинтон и руководителя ее предвыборного штаба Джона Подесты. Всю эту информацию сообщил телеканал CNN. Рора Бахера в ответ на просьбу телеканала о комментарии заявил, цитата, Пресс-секретарь Белого дома назвала заявление адвоката Ассанджа полностью ложным. Рора Бахер был много лет республиканским конгрессменом от одного из немногих консервативных округов Калифорнии, известен тем, что завоевал репутацию главного любителя Путина и России, много раз голосовал против всех санкций. По данным разных журналистских расследований, получал российскую финансовую поддержку. 6 ноября 2018 года проиграл выборы в Палату представителей по своему округу сопернику из Демократической партии. Во вторник в разговоре с журналистами Трамп прогласил себя руководителем правоохранительных органов страны. Это заявление идет в разрез с тем, что федеральными правоохранительными структурами, говорит, руководит на самом деле не президент, а генеральный прокурор. Трамп сделал это заявление после того, как во вторник помиловал или сократил сроки заключения 11-ти взяточникам и коррупционерам. Среди них бывший губернатор штата Иллиной Рот Благоевич был подвергнут импичменту, отстранен от должности и осужден на 14 лет за то, что собирался продать место в Сенате, освободившийся после избрания сенатора от Иллинойса Барака Обамы президентом. Согласно закону, Благоевич должен был назначить сенатора на время до очередных выборов. Вот это назначение он и хотел продать подороже. Был пойман ФБР с поличным. Трамп заявил, что наказание Благоевича несправедливо, что его посадили за телефонный разговор и что все политики делают то же самое. Демократ Благоевич когда-то участвовал в телевизионном шоу, ведущим которого был Трамп. Другой помилованный, бывший начальник полиции города Нью-Йорка, протежей друг бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, а еще ранее его личный телохранитель, приговоренный за различные коррупционные преступления к четырем годам. Его Трамп помиловал, поскольку очень хорошие люди просили об этом. Очень хорошие люди, это естественно сам Джулиани, а также Эдди Галлахер, помилованный Трампом в ноябре военный преступник, обвинялся в том, что он зарезал раненого заключенного подростка, бывшего бойца ИГИЛ, сфотографировал себя, держащего голову мертвого подростка за волосы и отправил фотографии друзьям. Его также обвинили коллеги-снайперы в том, что он застрелил двух иракских мирных жителей. Девочку, идущую со своими друзьями по берегу реки и безоружного пожилого человека. Под стать этим двум помилованным руководителем правоохранительных органов страны и остальные девять. Газета Washington Post сообщила в среду вечером, что Трамп создал рабочую группу по вопросам помилования во главе со своим зятем Джаредом Кушнером, который работает еще с прошлого года. Результаты ее работы налицо. Чего ожидать от работы этой группы в дальнейшем нетрудно догадаться. Во вторник вечером газета Washington Post сообщила, что генпрокурор Барр в разговоре с близкими к Трампу людьми пригрозил своей отставкой, если президент не перестанет своими твитами вмешиваться в работу Министерства юстиции. Барр заявил, что эта информация не соответствует действительности. Трамп продолжил через твиттер нападки на судью Эми Берман Джексон, которая должна в четверг вынести приговор его другу Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний под присягой Конгрессу, о том, что он якобы не контактировал с Викилик в 2016 году и не координировал публикацию о Санжем похищенных у демократов документов и в оказании давления на свидетелей по своему делу. Адвокаты Стоуна потребовали нового судебного процесса над ним, мотивируя это тем, что одна из присяжных, признавшая ее виновным, писала в социальных сетях посты с нелестными отзывами о Трампе. При определении состава присяжных в начале процесса адвокаты, однако, не требовали изменить эту присяжную. Судья Джексон объявила во вторник, что приговор будет ей выносен в четверг в любом случае, но исполнение его будет отсрочено до вынесения ей решения по ходатайству адвокатов Стоуна о новом процессе. На прошлой неделе разгорелся скандал после того, как генпрокурор Барр по требованию Трампа отменил рекомендацию прокуроров, занимавшихся делом Стоуна о наказании для него в виде тюремного заключения сроком от 7 до 9 лет. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Джон Руд подал сегодня в отставку. Министр обороны Эспер сообщил Руду, что его отставки потребовал Трамп в связи с тем, что Руд прошлым летом поднимал вопрос о незаконности остановки президентом военной помощи Украине и о пагубности этой остановки для политики США. Сенет сообщает, что Руд также считал, что США должны проводить более жесткую политику по отношению к России и противодействовать российской агрессии против Украины, оказывая Украине большую поддержку. Руд также высказывал недовольство решению Трампа о прекращении совместных военных учений с Южной Кореей и выступал против прямых переговоров США с талибами в Афганистане. Трамп назначил в среду вечером своего друга Ричарда Гринелла, посла США в Германии, новым исполнительным обязанностям директора национальной разведки мистер Джозефа Магура. Пост координатора всех 17 разведслужб США остается вакантным с августа 2019 года после отставки Дэна Коутса. Гринелл за время работы послом США в Германии, он был назначен Трампом в феврале 2017 года, открыто критиковал политику канцлера Меркель и выражал поддержку культр-правой партии АФД «Альтернативы для Германии». Никакого опыта работы в разведке и спецслужбах у Гринелла нет. Теперь он будет руководить всей американской разведкой в качестве исполнительного обязанности, не утвержденного Сенатом. В среду вечером проходят телевизионные дебаты шести кандидатов президента о демократической партии. В дебатах впервые принимает участие бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Сводку новостей из США Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.